Значит, приветствую всех еще раз. Сегодня я подготовил тему, которая является важной для большинства, скажем так, веб-дотнет-разработчиков, а именно это тема DI в самой платформе, поскольку этот механизм является инфраструктурным и очень много MVC-сервисов именно является консюмерами этого DI. Более того, сама платформа, насколько вы знаете, спроектирована таким образом, что предоставляет множество точек расширения для third-party провайдеров и очевидно было бы сделать вывод, что изучение дизайна является, скажем так, полезной вещью. И как следствие можно найти, наверное, в ней такие известные и любимые нами паттерны, как Solid, Kiss, Dry, Jagney. И, конечно же, будем надеяться правильного их применения. Вообще говоря, это позволяет изучение такого дизайна, позволяет более профессионально использовать данный инструмент в повседневной работе и перенять какие-то best practices при изучении данного кода. Итак, наша агенда на сегодня – это пару строк буквально брифлей. Я расскажу и историю появления вообще этого механизма в платформе ASP.NET MVC. Чтобы начать изучать исходники, пройдемся по базовым принципам и терминологии в разрезе DI. Рассмотрим быстро схему обработки HTTP-запросов в ASP.NET MVC. По крайней мере, это нам позволит более-менее ориентироваться в исходниках и понимать, что, куда, зачем идет, чтобы не растеряться. Обратим внимание на вот эту точку расширения в Dependency Resolver, где происходит резолт зависимости для сервиса самой платформы. И, как ни странно, все-таки есть точки улучшения, как можно было бы улучшить данный механизм и платформу в целом. Мы тоже на них остановимся и посмотрим, и подсуммируем. Так. Итак. В далеком 2007 году, в месяц, когда зима уже вроде как должна была закончиться, но весна еще не наступила, вышел первый Community Technology Preview MVC-приложение. Если вы читали историю, известно, что наш любимый фреймворк писался на коленке, и некоторые его части, как мы можем догадаться, не до конца были хорошо спроектированы. И, не странно, аж спустя, как ни странно, спустя аж 4 года только в третьей версии MVC появился этот самый механизм развозависимости. И стоит отметить, ну, вообще говоря, 4 года довольно-таки большой, да, срок. И может сложиться такое впечатление, что вот эти как раз 4 года разработчики читали книги по Solid, да, по Dependency Injection и так далее, чтобы как-то перенести best practices, да, и к себе в разработку. И так оказалось, что в основном данный механизм используется в основном внутри самой платформы для некоторых инфраструктурных сервисов, таких как там iController Factory, Controller Activator, Filter Provider, Model Binder Provider. Но также для нас была оставлена точка входа для наших зависимостей, и мы можем расширять платформу и разорвать наши уже собственные зависимости, как считаем нужным. Мы также сами остановимся на этой точке. Так, с историей. Так, и давайте приступим тогда к базовым принципам. С первого принципа — это инверсия контроля. Он является как бы первым, да, на таймлайне, потому что именно с него, от него начинают плясать все остальные как бы паттерны, зависимости, управление время жизни и так далее. Пока можно сказать... Давайте определимся так, что данный принцип — инверсия контроля — просто будет у нас отвечать на вопрос «что?». Скажем так, как бы обобщенно. Или еще можно себе представить, что она просто говорит, что если вы вдруг увидели какую-то зависимость у вас в коде, то ее следует непременно вынести куда-то. Но вынеся куда-то зависимость, мы должны ответить на следующий вопрос. Но как мы его будем получать, если мы ее убрали из кода? Так вот, на вопрос «как ее получать?» отвечают паттер-сервис-локатор и сам DI. Далее, следуя логике, как мы ее получаем, мы же должны где-то иметь точку, где наши эти зависимости будут складываться, или накапливаться, строиться. И вот как раз за место, где они должны быть расположены, будет отвечать composition root. И думаю, очевидно, что именно в этой точке будет и как раз определено время жизни тех инстансов и зависимости, которые мы хотим получать. И насколько время жизни будет определяться, это будет или singletone, или trenchant, или sculpt instance. То есть вот такая приблизительная схема как бы была реализована в MVC, но мы можем... Далее мы увидим, что некоторые ее части были как бы не до конца продуманы. Итак, начнем с инверсии управления. Она еще вот известна такой вот цитатой, как Hollywood Principle, don't call us, we will call you. Как бы чтобы понять, что от нас хотят, да, и как следовать этому принципу, проще, конечно, посмотреть на каком-то примере. И мы это давайте сделаем. Есть класс Authentication System, которая в конструкторе этого класса инициализируется новый инстанс, Windows Authentication Service. Скажем так, просто какой-то сервис, который принимает там параметры username и password и приводит какую-то аутентификацию пользователя нашей системы. Смотря на этот код, ну, по крайней мере, мне сразу бросается в глаза это new, что мы используем оператор new конкретного инстанса внутри конструктора. Данный код обладает некоторым запахом, да, а именно он сильно связан. Мы не можем, например, если мы захотим уйти в клауд, да, использовать, например, какой-то Windows Azure аутентификацион сервис или какой-то там third party там Facebook аутентификацион сервис и так далее. То есть, данный код не юзабельный и сильно связанный зависит на реализацию аутентификацион сервиса. Так, что же говорит нам наш ИОК? А он говорит нам следующее. Первым шагом для того, чтобы твой код стал менее связанным, есть еще такой, как бы, два принципа, да, low coupling but high cohesion. Мы должны ввести некоторую абстракцию, ну, обычно она вводится или через какой-то интерфейс, или через абстрактный класс. В данном случае это просто интерфейс, аутентификацион сервис, где мы просто определили контракт, которому должен следовать все наши сервисы, которые будут участвовать в нашей аутентификационной системе. И все. Мы уже, как бы, имеем ссылку не на конкретный тип, а на интерфейс, но у нас все равно еще присутствует эта зависимость от конкретного типа. Так вот, инверсия контроля, то есть мы, как бы, самостоятельно создаем данный, так вот, инверсия контроля говорит, что если вы определили место в вашем коде, которое является сильно связанной и в котором присутствует эта зависимость, то вынесите ее за пределы этого класса, конструктора, метода и так далее. Она не говорит как, она не говорит куда и вообще, что делать, просто как бы вынести, инвертируйте зависимость, не делайте это вручную, пусть кто-то за вас это создаст. То есть мы просто как бы поменяем флоу, мы не будем это делать ручками, и мы будем ожидать, что откуда-то она к нам придет. Так вот, как раз на вопрос как это сделать отвечает первый паттерн, это сервис локатор. И если мы как бы набросаем приблизительную реализацию его, то она будет выглядеть следующим образом. у нас есть некоторый интерфейс, который будет передаваться в нашу антификационную систему сервис локатор и будет возвращать, как мы ранее на первом шаге вынесли, некоторый интерфейс антификацион сервис. В данный момент мы сейчас видим строго типизированный сервис локатор, и мы как бы, но мы четко видим, что он возвращает нам только конкретный антификейшн сервис интерфейс, и все. Чаще следуя логике и, ну как вот, я переиспользовал его в одном месте, как бы, его можно расширить, например, не только антификейшн сервис, например, но, например, инстанцировать там, i-email сервис, i-reporting сервис, и сразу же у нас сервис локатор вроде как начнет приобретать и другие как бы зависимости в нашей системе, что является вообще не очень хорошо, да, мы сразу можем вспомнить про Solid и про интерфейс segregation, что как бы клиенты не должны зависеть от тех методов, которые они не используют, и поэтому как бы эволюцию и развитие данного паттерна я бы все-таки рассматривал в другом контексте, а именно, чтобы он содержал просто метод простой getService, который по какому-то из типов интерфейса он мог вернуть наш объект. В данном случае мы уже видим как бы weekly type, да, уже менее связанный от конкретного типа, но, как видите, нам приходится как-то делать type потом еще кастить, тоже как бы код не очень красиво выглядит, да, сразу приходит на ум, мы же знаем про дженерики, давайте просто сделаем getService типизированным, там сделаем typeof, спрячем, давайте менять интерфейс. Очень неплохая идея, да, но тогда у нас бы сервис локатор все равно бы содержал два метода, один как бы через дженерики, а другой через объекты, но мы же помним, что у нас кроме дженериков есть еще extension методы, которые как раз и позволяют расширять наш класс без модификации контракта, то есть мы можем например иметь iService локатор, который будет возвращать обжиг, да, и какой-то там extension метод, который будет именно использовать тот же сервис локатор, да, но кастить к дженерик типу и так далее, вот, потому что мы должны как бы при проектировании сервис локатора, да, чтобы наш как бы контракт был как можно более простым. В принципе, вот именно в таком виде мы потом посмотрим исходники и реализован именно этот паттерн сервис локатор в MEC. Ну, помним, что кроме сервис локатора у нас еще есть DI, который тоже предлагает внедрять зависимости, но уже другими путями, а именно через конструктор, через свойства или передавать как в метод, как некоторые параметры. Что интересно, вот очень интенсивно property injection используется, ну, по крайней мере, я видел примеры, например, в MEF, Microsoft Extensibility Framework, как часть системы плагинов. Например, метод injection очень интенсивно используется в ISP.NET Core при разработке Middleware, когда у нас, когда нужно передавать какие-то некоторые скупт инстансы, да, и вы хотите, например, какую-то контекстную информацию передавать. Конструктор инжекшн наиболее часто используется для того, чтобы очевиден был контракт между нашим спроектированным классом и тех зависимостей, которые в него внедряются. То есть, мы как бы смотрим на конструктор, да, ага, ну, вот, такие зависимости принимает, понятно, ясно, что могут. еще, что конструктор инжекшн, например, используется в OVEN middleware, именно тоже через него передаются, ну, через инжектированные какие-то зависимости, которые нам нужны в middleware. Вот. То есть, выбрав метод, да, который вам больше всего подходит, мы можем зарефакторить наш код и он выглядит следующим образом, то есть, вообще, очень стал простым. Очевидное преимущество такого подхода сразу мы можем выделить это юнит-тестирование, да, просто замок alieinterface и проверяем юнит-тестами поведения нашего класса. Код стал слабосвязанным, мы получили бонус от OpenClause Principle, что теперь данный класс стал закрыт для пендификации, но для расширения через authentication service мы можем теперь использовать различные типы сервисов. Более того, мы получили от такого дизайна больше бенефитов, но мы все равно не до конца понимаем, где хранить или где формировать наши зависимости, которые будут приходить. Composition Root отвечает на это следующее. Ваши зависимости и где будет строиться ваш граф зависимости и передаваться, инжектироваться или через сервис локатор должна быть расположена как можно ближе к точке входа вашего приложения. Но это очевидно. То есть при старте приложения мы строим наш граф, проверяем, можно его также там некоторые фреймворки даже проводят валидацию, что этот граф валидит. вот и очевидным местом определять в Composition Root как раз и время жизни тех инстансов, которые будут резолваться. Так, окей, с этим разобрались. в ASP.NET MVC очевидно таким местом, да, entry point является global.sax файл, вот, в котором где-то и существует Composition Root. Так, итак, мы можем как бы сразу погрузиться в исходники, да, и перебирать класс за классом, чтобы понимать логику работы MVC. А можем взглянуть на данную схему и удерживая ее в памяти, чтобы приблизительно понимать, каким образом происходит обработка нашего HTTP-запроса. В MVC базируется на платформе ASP.NET и основные кирпичики из которых строится обработка входящего HTTP-запроса это модули и хендлеры. Модули. Основное различие модулей от хендлеров в том, что модули являются, их можно, они могут использоваться несколько раз в pipeline и они в основном скажем так что-то пишут, что-то мониторят именно какую-то контекстную информацию. Хендлеры являются как некими endpoints, которые должны сгенерировать какой-то response. Раньше вот когда были времена еще классического ASP.NET вот видите это называлось как модули и хендлеры. Сейчас же их можно называть это тот же самый middleware, только вот с некоторыми особенностями. Итак, точка входа это будет наша является некий URL routing модуль. Он является точкой входа и для ASP.NET это именно точка входа, которая определяет контекст при ну как бы разбирает строку и понимает мы сейчас на какой платформе находимся. В ASP.NET классической где у нас странички имеют extension ASPX или это MVC где у нас вообще нет никаких extension а есть именно controller action. После того как мы в этом модуле определяем какой request а он должен быть MVC мы переходим в таблицу routing если помните там в global.asax файле у нас как раз есть route таблица где мы и определяем маппинги как должны матчиться роуты к нашим контроллерам и как раз после определения этого роута что мы нашли он относится к нам и вызывается этот road handler который инстанциирует MVC road handler который и отвечает уже в конечном итоге за формирование как хендлера который будет обрабатывать этот запрос процессить инстанциировать будет происходить дальше контроллера инвок в наш action и так далее то есть приблизительно вот такая вот схема и именно следуя вот этой схеме мы будем как бы идти по исходникам я думаю постарайтесь в ближайшее время сконцентрироваться и не потеряться как мы будем прыгать так MVC road handler и так что же здесь происходит сразу можно заметить почему-то конструктор MVC road handler есть 4 референса а где вот мы только что буквально рассмотрели диай в котором уже нигде не используется как-то странно а 4 референса это в основном идет или на тесты или в код который получает наш MVC handler держим вот эту схему в которой передается некий контекст request context это просто контекст выполнения нашего запроса в нем содержится информация о хедерах о каких-то может быть токенах дополнительная какая-то информация нужная для самой платформы и инстанцируется миссий handler вот видите уже как бы видим нюк только что мы говорили что как-то это не очень хорошо нюк делать потому что мы не сможем потом замокать нашу зависимость видите здесь нюк инстанцируется внутри кода ну перейдем дальше увидели вот наш кирпичик http defender на основе которого строится обработка пайплайном здесь в самом конструкторе ничего интересного не происходит мы должны опуститься чуть-чуть ниже где именно процессится request на схеме мы видим как в этот request чтобы обработать данный request мы должны выполнить следующее мы должны как-то найти контроллер и этот и у этого контроллера вызвать action и давайте вот перейдем вот видите две зависимости iController и iController Factory давайте посмотрим как разрешить эти зависимости вот видите так внезапно используется внутри метод использования статической перемены да можете тебе контекст корон хотя как ни странно вот если мы обратно сейчас то я хотел показать что наверное это в другом методе что данные использование данных статических переменных внутри метода они потом можно их замокать и все таки получить некоторым образом здесь замоканный контекст так двигаемся к точке где происходит именно создание нашего контролера участвует какой-то некий контроллер builder который получает контроллер iController factory а здесь мы первый раз сталкиваемся с сервис resolver если мы посмотрим что он делает то вот видите уже вот мы увидели первый раз дизайн который зависимость передается например через конструктор и если эта зависимость null а такое например может быть если мы дефолтный resolver который используется самой платформой мы подменили на свой это будет просто null reference чтобы такого не было как бы создастся какой-то дефолтный и вот в который передастся вот некоторые например default контроллер factory ну давайте посмотрим немножечко на этот резолвер как он выглядит iResolver интерфейс current здесь ничего особенного здесь вот просто в конструктор передает какую-то зависимость у нас что-то с ними там происходит ну мы к нему еще более подробно вернемся я просто хочу показать что здесь ничего такого сложного пока здесь вот какой-то current используется из которого что-то там может вытянуться что-то может вытянуться а что же здесь вытягивается здесь устанавливается тоже еще какой-то резолвер здесь еще какой-то резолвер то есть приблизительно ну мы должны понимать что ну мы как бы столкнулись с местом где получение инстанса iController factory как бы базируется на основе какого-то инстанс инфраструктурной логики резолва зависимости то есть мы дальше посмотрим как она реализована но именно вот с этого места это первое место где используется этот механизм после получения инстанса нашей factory мы можем создать наш контроль давайте перейдем в дефолтный мы можем увидеть что ух ты вот например дефолт контроллер factory она отвечает за создание контроллера сразу же приходит например на moon да вот здесь например использован паттерн как абстрактная фабрика и более того вы видели что create контроллер является еще и виртуальным то есть это как бы полиморфный как бы метод можно еще переопределить то есть мы определяем интерфейс который будет возвращать iController но каждая контроль может возвращать разные типы то есть полиморфный фабричный метод вот здесь используется ну уже хорошо увидели какой-то паттерн который мы знаем что же с этим контроллером ой кстати я вот забыл показать как же откуда же этот приходит контроллер давайте извините вернемся чуть-чуть назад а именно контроллер name передается из контекста road data и get required string контроллер помните там второй кубик в обработке pipeline как раз в котором был прописан как раз роутинги где матчат какой роутинг на какой контроллер должны смачиться вот как раз именно используя вот этот раутинг информацию мы и получили это имя контроллер теперь перейдем еще раз смотрим контроль что-то проверяется так вот первое место где тип то есть мы уже как бы близко к механизму резолва нашего контроллера помните сервис локатор который принимает типа возвращает некоторый интерфейс вот давайте посмотрим как же по имя контроллера мы определяет определяется тип здесь идет какие-то проверки 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 и передается вот сюда вот следим но перед тем как получается тип из контроллер нейма здесь вот есть такой метод ensure initialized в который передается build manager build manager это тоже инфраструктурный класс который используется как для создания как бы типов контроллеров а также который занимается при компиляции cshtml файлов в c-шарпные классы что он делает что происходит вот смотрите видите какая вот интересная такая конструкция что она может нам напомнить например да double lock например такой конструкции инициализируется от write-save singleton или вот можете видеть в каком разрезе она употребляется что проверить что у нас что-то проинициализировалось не обязательно это может быть single ton но мы следим мы следим нам нужно как-то типы типа получить типы получается внутри этого еще метода тут какой-то кэшнейм передается давайте вернемся что это за type кэшнейм type кэшнейм это как ни странно имя файла что у нас наталкивает мысль на то что мои контроллеры должны загружаться из какого-то external файла да как они туда попадают вот ну давайте проследим интересно тут они как-то еще читаются еще и как-то сохраняются давайте как-то прочитаем даже комментарии ставили давайте сперва попробуем попробуем прочитать из кэша на диске давайте попробуем вот этот битв менеджер как-то еще читает где же это интересно этот файл вообще лежит и откуда он его читает мы приходим надеюсь я не очень быстро пересхожу просто я как бы цепочкой вызова да хочу определить что это за файл где он лежит что там вообще находится и вот путь путь контейнируется файл да мы видели там какой-то там xml файл и какой-то user кэш пасс давайте посмотрим как же он формируется он формируется он контейнируется еще раз какой-то константа user кэш и какой-то code gen deer internal давайте посмотрим что это такое вот code gen deer давайте давайте посмотрим она у нас инициализируется мы нашли этот код значит thread get domain dynamic directory то есть берется какая-то берется какой-то фолдер который каждый раз динамически генерируется при запуске приложений и там просто будет какое-то какое-то имя которое стоит там ла-ла-ла там x234 и так далее то есть возвращаемся обратно то есть логика приблизительно следующая мы передаем файл имя файла который должен лежать у нас на диске внутри директории которое динамически имя которое динамически генерируется во время запуска нашего приложения и в котором складываются типы наших контроллеров и давайте посмотрим как же она выглядит я уже приложение один раз запускал вот расположена она приблизительно вот по такому пути c users tromp pam isp.net files вот это вот как раз то что вы видите там 4 3 5 это является вот динамически сгенерированное через thread local и в конце вот этот user cache константа и наш файл как вот он выглядит версия MVC приложения сборка и сборка в которой определяется наш тип то есть я так себе представляю что это было сделано в целях оптимизации да то есть вы можете например у вас может быть очень много этих быть контроллеров и просто они типы этих контроллеров персистится на диск да и вам всего лишь нужно загрузить их один раз и потом оно просто при обработке этих контроллеров очень быстро будет искать но с другой стороны можно подумать о том что вот это например является первой точкой оптимизации ну например у вас не монолит а контроллеры разбросаны по маленьким сборочкам то например вы никакого не получите выигрыша от данного подхода соответственно вы можете просто переопределить каким образом через контроллер у вас будут как бы создаваться типы вы можете просто указать что так пришел такой контроллер пожалуйста иди в эту сборку и у вас будет как бы это все происходить в рантайме вам не надо как бы сохранять на диск да и считывать с него все у вас будет происходить в памяти и вы как бы уменьшите да у вас конечно будет скан по ассембле но это вы будете сделать раз и потом в памяти будете держать все окей возвращаемся к нашему коду то есть мы с кэша или с локальной системой считали наши типы контроллера и я просто сейчас возвращаюсь обратно возвращаюсь обратно контроллер по имени контроллера из кэша загрузил наш тип и мы возвращаемся к методу еще раз мы вернулись в дефолт контроллер factory мы по типу контроллера по имени контроллера получили его тип теперь нам нужно как-то сделать инстанцирование за это отвечает контроллер активатор давайте посмотрим что это за тип i контроллер активатор тоже какой-то некий интерфейс давайте зайдем внутреннего посмотрим как он спроектирован и что он делает так смотрим дефолт контроллер активатор можно сразу сказать что вот пожалуйста мы нашли образец кода о которой мы говорили буквально пару минут тому назад вот конструктор его в который инжектируется iDependency Resolver могу сразу оговориться как раз это является сервис локатором внутри isp.net MVC и который каким-то образом через делегат по типу контроллера возвращает инстанс нашего контроллера помните да я упоминал в чем преимущество например weekly type сервис локатора да в том что в данном конкретном случае мы не знаем тип контроллера то есть какой конкретный мы можем только сказать то есть кастится он или не кастится к интерфейсу iController а мы то все знаем при создании контроллеров в MVC мы всегда должны наследоваться от какого-то базового ну и нетрудно догадаться что где-то там и спрятан этот интерфейс то есть вот первое преимущество что у нас есть некоторый тип но вот мы и мы просто должны прикастить к этому iController мы не знаем во время именно дизайна мы только в рантайме можем определить этот тип и кстати давайте наверное все-таки заглянем в этот сервис локатор и посмотрим его реализацию реализации их три есть какой-то кэшт есть дефолт есть деликат бейс ну давайте в дефолт давайте сразу вот в интерфейс зайдем очень похоже на то что мы видели ранее называется правда по-другому iDependency resolver с таким же самым интерфейсом и еще дополнительным методом getServices как вы знаете в MVC платформе есть некоторые сервисы которые скажем так должны работать как некоторые ну как ансамбль оркестр да а именно например модел байндеры или фильтрации то есть помните да есть такой authorization фильтр атрибут то есть мы можете мы можем навесить несколько данных фильтров на контроллер да и их как-то нужно все за раз и мы говорим что вот мы получили тип сервиса наш контроллер да верни пожалуйста какие например на него навешаны наши атрибуты то есть вот такой дизайн данного сервис локатора а внутри на чем реализовано да инстанцирование довольно простое сервис локатор должен следовать простому правилу если я не могу создать по данному типу а если тип у нас интерфейс или абстракт да используя рефлексию то я возвращаю null если же я его могу то я это просто делаю используя рефлексию активатор create instance по типу если я его не смогу и я свалился я возвращаю null вот такая вот простая логика для него кстати вот видите для дефолта реализации вообще например не поддержатся никакие инфраструктурные сервисы ну можно предположить они ушли или в delegate based на потому что их может быть много или в какой-то там в кэшт dependency resolver еще хочу обратить ваше внимание на вот этот вот код где используется рефлексия можно предположить что если вдруг вы в контроллер послушаете меня и захотите сделать инжектирование зависимости то скорее всего с вероятностью сто процентов вы свалитесь в рантайме почему ну потому что данный код не поддерживает что ваш контроллер будет с какими-то ну принимать какие-то параметры ну мы это проверим так сказать может быть я вас и обманывают вот но вот этот вот код ну вот на такие мысли и так давайте вернемся к нашим контроллер-активатору то есть мы уже добрались к тому что по типу контроллера получили инстанс что у нас следующее как бы в логике давайте вспомним мы получили инстанс контроллера теперь нам нужно его делать инвок экшен еще лучше я поднялся на уровень MVC хендлера у нас уже есть готовый контроллер фабрика которая его создала и теперь мы смотрим как происходит его вызов у него есть один единственный метод у iController это execute больше ничего давайте зайдем в реализацию контроллер base это как бы один из базовых классов которые наследуют все интерфейсы и тут просто метод execute давайте что здесь происходит первое что мы видим используется некоторая конструкция using если помните когда мы создавали контроллеры и у нас например мы хотели переиспользовать наивно инстанс db контекста то мы когда ну как бы когда заканчивался htp реквест мы говорили что ага теперь в dispose мы давайте выполним какую-то логику очистки ресурса чтобы connection не мотылялись так далее вот это как бы благодаря вот этой вот конструкции мы могли это сделать потому что если вдруг мы бы это забыли сделать то она вот сделала бы это за нас здесь создается некоторый scope здесь как бы ну давайте внутри которого как бы происходит выполнение и вызов нашего контроллера здесь просто у него есть ограниченное время жизни и когда http запрос закончится он просто задиспоузится но опять же это относится только к контроллеру то есть контроллер менеджится инфраструктурой speed.net.mvc здесь пока не идет пока речи о каких-то внешних наших зависимостей зайдем в execute core вот этот контроллер вспомним да вот именно от этого контроллера мы наследуемся при реализации наших вот execute core опять же идем в route data это там где прописан наш routing action action name и invoke action все здесь как раз уже происходит вызов уже непосредственно action внутри нашего контроллера итак итак посмотрели мы на сервис локатор как инстанцируется наши контроллеры давайте посмотрим же как раз вот на composition root да и где он вообще в нашем приложении как бы определяется полагаю предлагаю перейти проектик это global asex файл помните да composition root если вы наберете dependency resolver то есть здесь простой метод set resolver и как бы все определяем свою реализацию dependency resolver я вам уже ее показывал уже есть как минимум три вы можете самостоятельно определять каким образом будут инстанцироваться контроллер factory ваши контроллеры с диска или inmemory на лету конструкторы хотите ли вы делать rely на рефлексию или может быть у вас будет огромный например switchcase в котором вы точно будете знать матчить и создавать инстансы руками и так далее давайте так сказать поиграемся немножечко да и проверим идею того что все таки isp.net mbc опирается на рефлексию да и мы не можем сделать вот так вот хотя теоретически мы могли бы подумать так что все равно она делает скан по ассембле да и каким-то образом определяет какие типы нужно выгрузить этот в кэш да по iController интерфейсу мы это видели но он же мог и посмотреть что я выгрузил все типы давайте посмотрим а какие-то есть у него зависимости есть давайте их тоже выгрузим и так далее и так далее и теоретически мы могли бы иметь в том xml файле не только типы контроллеров но и все дерево зависимости по типам которые в них внедряются если мы нажмем f5 ну мы как бы проверяем да наши догадки может быть все-таки спроектировано было немножечко по-другому и мы все-таки можем как-то опираться на di именно fdc то опа вот мы смотрели no параметры с конструктор fight this object то есть все-таки наше предположение оказалось неправым да и к сожалению мы не можем иметь параметризированные да конструкторы а именно только по умолчанию что же мне делать каким мне образом вроде как бы предоставлена мне точка расширения да но я вот как бы не могу как бы переиспользовать нативный dependency resort который по mndc ну что ж на это есть ответ нет первый ответ это был пишите свой а второй наверное уже кто-то за вас это сделал например я вот хочу показать я подключил simple injector как это просто выглядит наш composition root да это можно сказать вот start entry point container container можно сказать что некоторый сервис локатор в котором мы говорим что пожалуйста зарегистрирую мою зависимость она мачится следующим образом у меня есть интерфейс хочу сделать di home repository и пожалуйста вот видите он тоже делает скан всей сборки ему же надо знать тип который существует в данном приложении то есть он наверное да и выгрузит весь граф объектов с контроллером все в зависимости проверит что он валидный и как бы на этого его обязанность закончится и мы говорим что этот контейнер просто прокинь как новый dependency resolver в инфраструктуру MVC то есть она будет теперь работать таким образом что мы говорим спасибо но теперь все зависимости которые нужны как для инфраструктуры MVC и новые какие-то плюшки я хочу это резолвовать сам а именно вот таким вот образом теперь же когда я перейду в класс home controller и запущу приложение то мы как бы тем самым вот вклинились да вот в это extensibility point подменили resolver MVC на наш мы увидим что мы как бы успешно выполнили инжектирование нашей зависимости и благодаря этой точке и за что Microsoft да спасибо вот в принципе это все вернемся ну то что я вам хотел показать кстати я может быть очень быстро пробежался по коду и может быть у вас были какие-то вопросы на что было бы больше акцентировать внимание если нет ну можно было в записи посмотреть по каким классам мы берли так вернемся презентации итак что же мы увидели изучая исходники ISP .NET MVC да в частности это вот механизм dependency resolver инверсию контроля мы увидели инверсию управления мы увидели да увидели в некоторых классах она присутствует явно а в некоторых ну просто создается новое это прям в методе и как бы это не очень хорошо но она присутствует то есть можно сказать так плюс-минус сервис локатор мы увидели его реализации их даже три есть дефолтная есть через делегаты есть какая-то кэш она реализована и можно сказать что основной интерфейс который за это отвечает это IDependency resolver да и это присутствует DI нативный DI мы увидели через инжектирование в параметрах контроллера он отсутствует но присутствует точка расширения которая позволяет нам самим определять каким образом эти зависимости разрешать и это классно и так же если мы уже как бы базируемся на какой-то DI контейнер то соответственно он и может предложить как бы более rich life management там треншин синглтон и скоуп в самой же платформе это есть только синглтон и пара реквест мы видели да где у нас наши контроллеры да создается в скоупе и как только запрос завершится мы выйдем из юзинка дернется диспоуз и наш контроллер идет вот такие вот как бы характеристики да которые присутствуют в MBC и так как бы суммируя то что мы увидели услышали в данной презентации мы сделали ревью некоторых базовых принципов да это нам помогло как бы понять некоторые или не совсем понять некоторые принятые дизайн решения внутри самой платформы MBC посмотрели на существующие реализации dependency resolver и в частности сервис locator которые отвечают за resolve инфраструктурных сервисов которые консумируются самой MBC платформы и как бы можно сказать про некоторые точки улучшения первое это с выгрузом всего графа почему это не делать если это делает third party container может быть как бы Microsoft посчитала что там есть какие-то очень сложности или какой-то сильный overhead хотя мы с вами все знаем есть там autofuck inject simple injector console wizard то есть довольно широкий широкий выбор ди контейнеров которые можно использовать это первый момент и второй момент нету composition рута в том плане что ну просто нету нативного di системы и life management тех инстансов которые мы используем то есть хотелось бы иметь не именно некоторые нативную поддержку dependency injection в самой платформе а не через потому что как-никак чтобы вам разолоть ваши зависимости вам нужно какой-то все-таки тянуть зависимость извне какая она не была хорошая хорошо спроектированной и так далее ну к слову сказать core уже эту поддержку имеет и что как бы хотелось бы добавить как это может не печально прозвучит но последний релиз версии это пятый был около пяти или четырех лет уже назад и что-то после этого если вы зайдете на дикапад и посмотрите насколько там коммитов в данной репозитории то может быть пятая версия это была и последней но тем не менее мы сделали некоторые скажем так ретроспективу узнали каким образом можно например в своем проекте использовать сервис локатор более правильно и каким образом уже сделать более правильную реализацию и не наступать повторно на те же грабли которые мы видели существуют в данном коде у меня все спасибо за внимание и если есть вопросы я буду рад на их ответить но перед этим хотел бы показать для тех кто может быть вот еще не уверенно чувствует при тести как это все тестировать когда очень много статики и очень много было нареканий http контекста то вот если посмотрите в сам проект в тест видите очень довольно таки неплохо покрыто тестами тот код который мы видели ранее и если вы сейчас пойдете секундочку секундочку то что вы Извините за паузу. Если у вас кого-то вопросы, можете задавать, а я пока поищу кусочек кода, который ответственен за замокание статики и HTTP контекста, чтобы можно было писать юнит-тесты, например, на контроллеры и так далее. Да, вот даже удалось мне его найти. То есть не боимся писать такой код. В данном случае используется библиотека MockU, где просто мокается HTTP контекст base и сетапаются на этом контексте некоторые пропертия, которые будут возвращать какие-то продефайн значения и возвращается сам именно объект Mock. То есть внутри самой платформы, как видите, ну там, это один из примеров, да, но очень много кода связано именно вот с таким вот, видите, вы видите, где определенные, мокается, как контроллеры, эксепшены, рутинг информации, чтобы можно было проверять сам контекст и так далее. То есть это, в принципе, вот валидный поинт и, да, хоть и много статики, но вот предложили как бы некоторый вот вариант, как можно, ну, workaround, да, как можно ее. Теперь у меня точно все. Спасибо за внимание.